Леся Забуранная, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета, комитета Верховной Рады по вопросам бюджета. Сейчас с нами на связи. Леся, здравствуйте. Мы рады вас приветствовать в нашем эфире. Добрый вечер. Добрый. Вы знаете, по сообщению западных СМИ, аналитиков, многие удивлены, каким образом Украине удается, скажем так. Наверное, самый банальнейший пример. Наши коллеги показали это в своем материале. Новая почта, частное предприятие, тем не менее, и Укрпочта буквально спешат первыми открыть свое представительство в тех городах, которые деоккупированы вооруженными силами Украины. За счет чего структуры украинские как государственные, так и, в принципе, наверное, и частные работают, продолжают работать во время полномасштабной агрессии России против Украины. Тут, наверное, о каждой сфере можно говорить. И о бизнесе. Да, сейчас проблема со светом, но тем не менее. И о политике, непосредственно о чиновниках в городах. Ну, вот хочется, чтобы вы начали с такого большего общего вопроса, потом уже углубимся в тему. Спасибо большое за вопрос. Вы абсолютно правы. На самом деле, вы знаете, несмотря на полномасштабную агрессию России и несмотря на то, что война это есть, наверное, одно из самых худших, что может случиться с любым страной, с любым народом, она заставила всех украинцев объединиться. И такого единения сегодня, как между людьми, между бизнесом, между всеми общественными организациями, оно войдет в историю современной Украины, как действительно один из стимулов и один из очень значительных инструментов победы. И вы знаете, вот вы только что правильно отметили относительно бизнеса, я вам могу обозначить, что даже вот если мы рассматриваем с точки зрения того, как поступают налоги в государственный бюджет, то мы видим сегодня, что в сравнении с 2021 годом рост поступлений вырос. То есть отечественные наши производители, бизнесмены, они искренне хотят победы нашей страны. И та же почта, она стала одной из первых компаний, которые обеспечили своими силами логистику гуманитарной помощи, в том числе в первые месяцы войны. Поэтому, знаете, залог успеха и такое проявление как раз появляется в генокодинации, который максимально политичный и максимально объединенный народ. Безусловно, потому что мы помним, как еще в первые дни войны, еще в конце февраля, в начале марта и позже, всю весну, рестораны, вообще любое предприятие общепита абсолютно бесплатно, все сотрудники сплотились и кормили людей, просто кормили людей для того, чтобы поддержать друг друга. Они выходили на работу, они готовили кушать, делали это все для того, чтобы просто кому-то помочь. Это один из многочисленных примеров, еще можно долго перечислять работу волонтеров и так далее, но боюсь, что нам не хватит эфира. И вот хочу такой простой пример привести. Город Купинск, там начали выплачивать пенсии за месяцы, которые жители этого города провели в оккупации. Об этом сообщил глава Харьковского основного военно-гражданской администрации Олег Сенегубов. И вот он говорит, что пенсионеры уже получают деньги, без которых из-за российской оккупации именно они были в течение четырех месяцев. Также в Купинске возобновила работу Укрпочта, возобновлять связь. В тестовом режиме начала работа 4G от крупнейших мобильных операторов. Ну то есть все происходит довольно оперативно, довольно быстро для того, чтобы вернуть хоть какой-то комфорт и намек на, возможно, какую-то более-менее комфортную и, может быть, даже довоенную жизнь жителей. Хотя до этого, конечно, еще предстоит очень много работы, но, по крайней мере, сейчас оперативно все делается. И вот мне кажется, что Российская Федерация пытается демотивировать население Украины обстрелом гражданской инфраструктуры. Но мне кажется, что Украина должна как-то больше демотивировать Российскую Федерацию, ее жителей, которые сколько-нибудь поддерживали войну, вот таким вот быстрым восстановлением, которое только набирает оборотов. Ну, я абсолютно могу с вами согласиться. Мы видим поддержку, и мы благодарны нашим иностранным партнерам, которые в том числе на сегодняшний день помогают нам как вооружении, так и финансово оказывают поддержку. Потому что сегодня все понимают, что Украина — это наша независимая территория, а она сражается за демократические ценности и по большому отстаивает основные, скажем так, цивилизационные принципы и моменты современного мироустройства. Важный аспект о том, что вот именно вот такая работа и местных чиновников в том числе, она была возможна благодаря реформе децентрализации, которая началась после революции достоинства 2014 года. Более-менее активность начала, скажем так, последние несколько лет начала работать на полную. Как реформа децентрализации, непосредственно, вот если есть примеры определенные, влияла на работу местных чиновников? Какие достоинства, возможно, она проявила во время полномасштабной агрессии России против Украины? Ну, благодаря тому, что местные бюджеты приобрели некую независимость, и местные бюджеты на сегодняшний день находятся в распоряжении местных сообществ, людей, благодаря этому регионы и смогли выстоять в этой ситуации, в этой войне, поскольку они определяли основные приоритеты того, куда дают деньги. Например, если мы говорим о городе Киеве, вы в репортаже упоминали о генераторах, то, собственно, нашей фракции зарегистрирован проект решения, когда деньги местного бюджета, определенная часть, будет как раз направлена на покупку генератора для формирования пунктов обогрева. Очень много как раз средств перечислялось на поддержку наших вооруженных сил. Много денег выделялось для людей, которые внутренне перемещенные, ну, и, в общем-то, люди, которые требовали поддержки и защиты. Поэтому как раз децентрализация бюджета и позволила принимать рациональные и очень оперативные решения во время войны. Российские пропагандисты, да и не только, они говорят все чаще о том, что, особенно это участились такие разговоры после принятия Верховной Рады Украины бюджета на следующий год, о том, что пенсионеры, люди, которые, собственно, зависят от социальных выплат, они останутся без денег. В 2023 году Украина, бедное государство, ну, это все штампы, понятно, делались, но это нужно объяснить, как мне кажется. Насколько, давайте так, глупый вопрос, но он необходим для объяснения, в том числе, вот этих тезисов российской пропаганды о том, что бюджетники в Украине останутся в 2023 году без денег? Ну, это абсолютно не соответствует действительности, потому что после вооруженных сил Министерство социальной политики второе по величине бюджета и на него длина порядка 35% всех из государственного бюджета. Бюджет Министерства социальной политики вырос по сравнению с 2021 годом на 24%. Поэтому все пенсии, все социальные выплаты, все выплаты по поддержке малообеспеченных людей будут сохранены абсолютно в полном объеме. Также есть информация о том, что жителям освобожденных территорий даже упростили выплату пенсии и денежной помощи. Вот согласно решению Кабинета Министров, заявление на пенсию денежную помощь может подаваться в орган Пенсионного фонда Украины либо же в орган социальной защиты населения через сельского, поселкового, городского, голову старосту, начальника военной администрации населенного пункта и так далее. И действительно, если российская пропаганда утверждает, что украинских пенсионеров оставят абсолютно без денег, то украинским пенсионерам, скажем, начинают возвращать те деньги, которые не было возможности выплатить в то время, когда они были в оккупации. И более того, сейчас ускоряются, как-то упрощаются определенные процессы для того, чтобы помощь людям все-таки оказать и все-таки сделать те выплаты, которые должны были быть, если бы не вторглась Российская Федерация на территорию Украины. Вы сейчас уже не единожды поблагодарили партнеров Украины, которые все-таки помогают нам поддерживать Украину в экономическом смысле. Как вы считаете, ведь в российской пропаганде ширится миф о том, что от нас так сильно устали, что уже не хотят об Украине говорить и даже слышать. А как вы оцениваете решительность и все-таки по поводу дальнейшего сотрудничества и помощи со стороны наших партнеров? Ну, собственно говоря, если мы проанализируем помощь партнеров в 2022 году, то дефицит государственного бюджета составлял некие месяца от 5 до 7 миллиардов долларов. Все это покрывалось за счет бесповоротной финансовой помощи, либо на условиях абсолютно люготных, то есть с низким процентом кредитования и достаточно длительным термином возвращения долгов. Принятие своевременной, более чем своевременной бюджета 3 ноября на 2023 год есть платформа для дальнейших переговоров с нашими западными партнерами, которые, собственно, готовы вести переговоры по компенсации дефицита, которые будут составлять порядка 38 миллиардов долларов. И выразили свой суд на так, в части бесповоротной, либо части очень льготной помощи, помочь нашему государству покрыть данный дефицит, чтобы все же в 2023 году Украина получила как победу, так и, соответственно, поддержала свой народ. Еще один важный аспект, вот как раз в плане помощи, хочется на нем просто детализировать и сделать акцент. О 18 миллиардах евро, о которых говорила, условия фундерлейн, помощи Украине, финансирование Украине, покрытие определенных дефицитных аспектов. Насколько вот эти деньги, которые, да, будут растянуты во времени, об этом стоит говорить, они помогут Украине сохранять целостность, сохранять, ну, условные пенсии, сохранять социальные выплаты, да и вообще держать бюджет в строю, как говорится. Ну, безусловно, помогут. Обозначила дефицит на 2023 год, составляет 38 миллиардов долларов, поэтому, безусловно, мы благодарны 18 миллиардов долларов от наших мёров, и, безусловно, это точно сказано финансовой устойчивости нашей страны и возможности получения необходимой издержки. За то, что вы присоединились к нашему эфиру. Напомним, что с нами на связи была Лейсия Убранная, председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета, комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета. Субтитры создавал DimaTorzok